Котя, мой маленький путешественник, недавно ему пришлось ездить со мной на работу. Хотя вначале мы с ним поехали в ветклинику. Выехали специально заранее, но нам нужно было завести корм на передержку к Лене. И в общем мы попали в такую страшенную пробку. Все наше заранее подготовленное время ушло на эту пробку. Было очень обидно, но мы доехали, нам нужно было сдать кое-какие анализы. Кот не очень был согласен, хотя его заинтересовало, почему это там в клинике и в клетке сидит собака. Он вообще очень любопытный малыш. Еще бы не тыкали всякими иголками, он вообще был бы очень доволен. Нам нужно было еще поменять катетер, потому что он стоял уже больше пяти дней. А это очень нелюбимая процедура для кот, хотя, наверное, и для любого кота. Был у меня кто-то, кто спокойно воспринимал смену катетера. Но почечники в основном не любят менять катетеры, и они сложные в смене. У них становятся очень ломкие вены, и надо все делать аккуратно. А для этого нужно, чтобы кот не дергался. Кот против такого. Он старается забрать лапу, он старается вырваться. Но приходится как-то скручивать, сверчивать, и все-таки катетер ставить. Вот оно, недовольное, возмущенное лицо. После процедуры виляние хвостом, явное выражение недовольства, что его держали, зажимали, и на лапу поставили очередную гадость. После процедур мы поехали на работу, работу работать. Кот капаться и спать, ну а я заниматься делами. С Марисом они вполне нашли общий язык, поменялись, так сказать, лежанками. Кот занял домик Мариса. А Марис у нас еще тот обожатель переносок. Он не пропускает ни одну клиентскую переноску. Ну и само собой, раз уж тут привезли что-то новое, почему бы не воспользоваться? И раз его домик занял какой-то там новый приезжий, вообще наглый, то ему только и осталось, что занять его переноску. Почему бы нет? Тут вот всякие много себе позволяют, дома занимают. Значит, нужно изведывать их дома, чтобы они не пропадали и не скучали без кота. В общем, мальчишки дружелюбно поменялись местом жительства. Мы, как положено, с Коти приехали на работу с инфузоматом. Пока я его подготавливала, Коти пошел все-таки поизучать, как тут поживает Марис, нормальная ли у него жилплощадь, не обижают ли его, и что же еще можно проверить в потаенных углах, которые он еще не успел проверить. Потом подключили инфузомат, ну и целый день Коти капался. Да, получается, весь рабочий день Коти просидел на инфузомате. Я выпускала его ненадолго, но в основном держали в переноске, чтобы не отвлекаться. К сожалению, если бы он начал расхаживать, а еще куда-то прыгать, нужно было бы бежать и его останавливать, поэтому Коти капался в переноске. А Марис активно дразничал Коте, что он может ходить вольно и свободно, и его никто не ограничивает переносками. После работы мы заехали еще раз к Лене, так как утром мы заезжали, отдавали корм. У Коти отличная и шикарная психика, он ни на кого не шипит и не ругается. Коты тоже вполне нормально восприняли его, раз нет агрессии с его стороны, они, привыкшие к толпе, тоже вполне нормально реагируют. Стали тут же изучать, что там привезли, что за очередной житель. Марси тоже решил изведать, что же там за переносочка, нет ли там чего повкуснее, может там какие-нибудь заначки лежат вкусненькие. Ну а так как Коти вкусненько пах паштетом, успел уделать свою кофточку, он явно очень вкусно пах для Марси. Он, конечно, был очень возмущен. Ох, этот взгляд! Он вообще не понимает, почему этот кот лезет к нему в переноску. Это его переноска. Чего он пытается туда залезть и поместиться? Коты очень хорошо восприняли Коти, абсолютно спокойно ходили мимо, если вдруг вспоминали, что там кто-то есть, подходили, интересовались, обнюхивали, потом шли опять по своим важным делам. В общем, знакомство прошло нормально. После Марси, наверное, самая заинтересованная в новом жителе была Кая. Я просто до безумия обожаю эти переноски, насколько они удобно сделаны. Как же я рада, что в свое время смогла их купить и заказать. Из них легко вытащить любое животное, даже которое забьется совсем в угол, открыв крышу. И, в общем-то, Коти весь вечер просидел вот так с открытой крышей, наблюдая. Ему было все интересно. Вроде бы и рядом с котами, но все равно в безопасности в своем домике. Смотрите, как он болтается. Тут такие, знаешь, разбинулись между друг другом, а токсички наши. Кая и Токио совершенно разные девчонки, совершенно разная степень атаксии. Все-таки у Каюши намного проще, но и Токио учится. Учится ходить, учится собой владеть. Она молодечек. Ой, ну а дымка это вообще сама непосредственность. Она настолько у нас любопытная. Она везде. Этот маленький мышонок должна проверить каждую маленькую лазейку. Токио очень нежная девчонка. Она очень человекоориентированна и обожает сидеть на ручках. Она всегда приходит и ждет, когда ее возьмешь. А если берешь на руки, она тут же начинает мурлыкать. Она просто сама нежность. И какая же она очаровательная. Классная, нереально классная кошка, даже несмотря на то, что она вот так подрагивается. Каюша чувствует себя очень хорошо. Лечение проходит нормально. Она владеет собой в разы лучше, чем Токио. Ходит почти ровно. Немножечко видно, что голова трясется. А так ей досталась все-таки лучшая степень атаксии. Не настолько было повреждения. У Токио, конечно, в разы сильнее. Да и у Бабл тоже посильнее, чем у Каи. Ты идешь, гремлин? Сегодня примерно чистота. У меня. У меня. У меня. У меня. Я готова ей любоваться часами. Она так выросла. Она так поправилась. Она шикарная девчонка. Но некоторые ей даже завидуют. Поэтому лапами и машут. У нас же до появления гремлина Шуга был самый любимый мамин пирожочек. Ты такая косотка. Ой. Пакетов, скажи, понаставили. А походка-то у нее какая. Она становится все лучше и лучше. Да, как говорит Ирина, у Токио походка дамы немножко подшафе. Я там кашу кивала. Но зато она очень красиво ходит. Она, кстати, очень часто хитрит и опирается о стеночки. Ей так проще. Она упирается в шкаф, в стенку и так придерживает себя. У нее есть свои определенные прогрессы. И то, что она живет в компании с кошками, даже не просто кошками, а с котятами, с которыми она может играться и носиться, это ей позволяет изучать свое тело и больше его контролировать. Не всегда. Бывают падения. Но она встает и идет дальше. Она умница. О, уловила. Равновесие. Да, да, да. Молодец. Ух ты. Ее походкой, ее стараниями можно только любоваться. Насколько маленький целеустремленный ребенок, насколько она старается, низко так и притягивает ее маленькую сладкую попу, опять упала. И что, моя девочка, что? Все, устала? Устала. Походила. Она как модель тебе пошла и показала. Ты показала? Она показала. Ой, звездуленька. Киса, моя. Киса. 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 Киса, моя. Ну что, как всегда, ставим лайк и комментируем. Напоследок покажу вам мое самое любимое видео обнимашки с нашими атоксичными девочками. Кая и Токио. Два очарования. Какие-то они совершенно инопланетные космические девчонки. Надо влюбляться и надо бы уже мамам появляться у наших девочек. Каюшу пока долечиваем, а Токио уже вполне может ехать к мамочке. Ну, стерилизуем и можем ехать.